Очень мало людей, которые выходили на одиночные пикеты, которые сразу... У меня эти люди, в принципе, всегда вызывали не просто уважение, а вот восхищение. Эй, ты что там, в день? Да. А вы где? Волгоград. Понятно. Как там у вас в Волгограде? Ну, чуть-чуть холодает. Стреляют, убивают. Футболки уже не походят. Да, еще стреляют, убивают и избивают. И режут. И режут. Это кто? Кто такие вещи делает? Какие-то пацаны ездят на семерках. Режут, точнее, ловят, насилуют, потом режут. Это вы серьезно говорите или вы так шутите? Нет, в Волгограде тут уже один случай нашли, да? Вот в этом году, в этом месяце один случай еще нашли. Девушку поймали, изнасиловали, сняли с лица скальф, затыкали палками и выкинули. А потом ее собаку изгружали. Да. Это прям себе означает. Нашли? Да. Но кто сделал, не нашли. А, кто сделал, не нашли. Интересно. Вот так вам в Волгограде круто живется. А как вам вообще обстановка в стране, как вам, ребята? Да, это просто яма. По факту, да. А что самое плохое, то, что вам не нравится? Как бы, не знаю, тут кажется, о жителе обычных он не думал. Вот как по мне кажется, все, смотришь и смотришь. А другие заезжают в Россию, вот беженцы, например, им снижают, например, к кому кто-то заявил, беженцы? Им снизили на газ и воду, а россиянам, наоборот, подняли на 3,5% газа и воду. А как вы думаете, кто вообще виноват в этом всем? Ну, не знаю, кто виноват. Да. Знаете? Это не узнаете. Что-что? Может, чиновник. Может, может... А люди виноваты в этом? То есть, обычный народ виноват в том, что все происходит такое? Чуть-чуть виноват, конечно. Чуть-чуть, что... Да, ну, как бы, ни два, ни три человека должны тянуть в страну, чтобы она была лучше. Все, все. То, что вот это вот пить, курить, тут у нас в России здесь дохрена. А вот то, что сейчас идет идеологическая война между Россией и остальными странами цивилизованными, как вы думаете, почему это происходит? А вы как думаете? Ну, у меня есть ответы на эти вопросы. Мне просто интересно спрашивать людей, вот как они думают. Анализ мышления. Вы видите, например, с какого года началось там хуже, 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 хуже? Или вот вы видите, что всегда было так плохо? Как помню, это всегда было плохо. Всегда, да. Если брать... Ну, вы, наверное, молодые, вы не помните, да? Раньше, например, в 2013 году доллар был по 35-38, да? А сейчас там он почти уже 80. Да. Вот раньше, то есть... Я только помню, когда он был шить. Раньше там страны между собой дружили, катались, все нормально общались, никаких не было проблем. А потом вдруг стало... Люди стали вести разную пропаганду между странами, отношения натягиваться. Почему это тогда все это случилось? В 2014 году какое произошло событие, которое, ну, скажем так, поссорило, да, народы? Я не знаю. Я подскажу. Когда была ситуация с Крымом, как вы считаете? Как вы считаете, правда, на чьей стороне? То, что Крым принадлежит в России и все такое. Но вы считаете это правильно, то есть это было сделано? Да. Но же сам Крым даже захотел как там. Смотрите, я вам сейчас дам вот такой пример. Вот есть город Калининград, да? Он когда-то принадлежал... И этот город назывался Кёнинсберг. Он принадлежал в Германии. Если сегодня жителям Калининграда сказать, мы вам дадим пенсию, как в Германии, мы вам дадим все бенефиты, как в Германии, то есть все пособия, и вам нужно проголосовать, чтобы вы стали частью Германии. Это будет законно? Это будет легитимно? Можно вообще такое сделать? Нет. А почему тогда с Крымом можно? То есть с Крымом тоже так же сделали? Конечно. Ну, смотрите, Крым был частью Украины. Россия же Украину не спросила, «А можно мы вас в Крым возьмем?» Она просто зашла туда, ну, военным способом, и сказала, что если вы будете там что-то делать, то мы... То есть Путин на то время даже сказал, мы были готовы применить ядерное оружие в Крыму. Вот посмотрите, Путин о применении ядерных сил в Украине. Я сразу на первом этапе работы вынужден был соответствующим образом сориентировать наши вооруженные силы и не просто сориентировать, а отдать прямые указания, приказы по поводу возможного поведения России и наших вооруженных сил при любом развитии событий. Означает ли это то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и наши ядерные силы? Мы готовы были это сделать. То есть это был самый настоящий захват. Захват силой. Несмотря на то, что многие говорят, что всего два человека погибло, но все равно это был захват силой, и там крымских татар и похищали, и в Италии, и сейчас тоже запрещают. Хотя крымские татары – это народ именно коренной, коренные жители Крыма – это крымские татары. И вот после Крыма, когда это случилось, на Россию наложили санкции весь мир. Все цивилизованные страны, то есть начиная от Америки, заканчивая Германией и всеми остальными странами. И Россию поддержали только страны, которые не цивилизованные. То есть депутаты – такие страны. И после этого начался разлад между странами, именно после Крыма. И после этого Россия начала себя вести на мировой арене так, что вот мы правы, а вы все неправы. Возвращаясь теперь к первому вопросу. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы с Россией начали опять дружить, нормально общаться и так дальше? Россия сама на этом должна начать? Ну, в первую очередь люди. Потому что люди, вот как вы, вы смотрите, вы точную информацию не знали, но вы говорите, что Россия была права. То есть вы не знали всех деталей, правильно, того, что случилось. Вам сказали, что Крым наш, и вы, ну да, значит, он наш. То есть сначала должны, народ и люди должны сказать, что это было неправильно, что нельзя чужое воровать, и нельзя это прикрывать любыми лозунгами, какие бы эти лозунги не были. Потому что были дипломатические отношения между двумя странами, между Украиной и Россией. Потому что Россия признавала Крым украинский, и Путин подписывал договора разные, и никогда не претендовал, никогда не говорил на мировой арене, что мы хотим, чтобы Крым вернулся в Россию, или там в родную гавань, как он говорил. Если вы посмотрите выступление Путина до 2014 года и после, то до 2014 года он говорил в Украине, а после 2014 года он сознательно начал говорить на Украине. То есть специально для того, чтобы побольнее сделать украинцам еще. Поэтому разругались два народа. Те народы, которые, в принципе, были достаточно миролюбивые по отношению друг к другу. Люди были миролюбивые друг к другу. А вы сами-то уехали из России, да? Я давно уже уехал, еще в начале 92-го года. И что за границей лучше? Я думаю, что сегодня везде, в любой стране, где есть демократические ценности, лучше там, где есть авторитаризм и диктатура. Потому что у человека есть... Вот вы правильно начали разговор, да, возможности. Вот, например, я живу в Америке. Эта страна дает человеку возможности. Она говорит, вот, ты можешь сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Если ты живешь по закону в этой стране, то ты можешь добиться без никаких связей, без никаких там блатов, да? Ты можешь что-то сделать. И хороший пример этому вот есть человек Сергей Брин, например, да, который создал компанию Google. То есть он когда-то жил в Советском Союзе, его родители увезли ребенком, когда ему было там 5 или 6 лет. Вот, и он приехал в Америку и создал такую компанию. И стал одним из самых богатых людей мира сегодня. И таких людей в Америке очень много. Людей, которые делают стартапы, людей, которые зарабатывают деньги, без связи, без блата и так далее. Но для этого вот здесь тоже что-то тоже. Конечно, нет, поэтому так и есть. Так, смотрите, проблема какая в России. В России есть очень много людей, у которых вот это вот очень хорошо валит. Очень много. Но им дают это делать. Вот. Нет возможности, нет. Потому что места занимают люди, которые бездарные. То есть, например, человек умный, вот он должен находиться здесь, а там занимает место сын какого-то чиновника, который вообще в этом не разбирается особо. У него есть только желание, но у него нет достаточно в голове, правильно? А в Америке здесь происходит так, что ты можешь стать успешным без связи. Ты можешь учиться, ты можешь делать какие-то вещи, и ты в конечном итоге будешь добиваться то, чего ты хочешь. В России очень, когда случилось это все с Крымом, очень мало людей, которые выходили на одиночные пикеты, которые сразу... Меня эти люди, в принципе, всегда вызывали не просто уважение, а вот восхищение. Потому что эти люди, я их вижу бесстрашными, это в авторитарном режиме, с властью, которая может в любой момент все, что угодно сделать. Они выходили с одиночными пикетами, они говорили, это неправильная авантюра с Крымом, так нельзя поступать. Они смело высказывали свою позицию по разным вещам и по отношению власти, и по отношению Путина, и по отношению... Ах, жалко. Вот это Россия, ребята. Эти ребята, они способны думать и принимать. Они готовы слушать. Даже если, например, если я что-то говорю не так, они могут проверить. И вот такие люди, в принципе, могут что-то менять в стране. Я очень рад, что я попал именно на этих ребят, потому что я хотел показать людей, которые, в принципе, даже если что-то не знают или не понимают, вот они же тоже говорили, Крым наш, да, им так сказали, они так поняли, они были вообще детьми, когда-то все случилось. Но им никто не рассказал альтернативную точку зрения, чтобы можно было проанализировать. Чтобы можно было сказать, можно проверить мои слова. Какие отношения были между Украиной и Россией до 2014 года? И даже если России что-то не нравилось в Евромайдане, и даже если что-то там не нравилось в людях, которые что-то делали в Украине на тот момент, это внутреннее дело страны Украины. Украина не нападала на Россию. Украина никогда не делала, не захватывала никаких территорий и Российских земель, никогда не претендовала на это. Вот когда отделились, да, в 91-м году страны, все страны, которые отделились, все решили, что вот так должно быть, так будет. И все согласились с этим. И вот когда Путин сделал эту, даже это не авантюра, это преступление, это мировое международное преступление, когда силой захватывается часть другого государства и при этом еще нагло там говоря о том, что какая-то родная гавань. Как-то так, ребята. Я думаю, что будущее России за теми людьми, которые способны думать, и вот за теми бесстрашными людьми, которые выходят сегодня, говорят свое слово, которые знают, что такое правда, которые не боятся ее говорить, высказывать, которые не стесняются сказать, что, например, мы были здесь неправы, или вот здесь мы были неправы. Но мы хотим изменить. То, что наше правительство сделало, потому что мы не поддерживали это. Я вам всем желаю, друзья, счастья, добра, любви, благополучия. И мы скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok